Ага, поехали! Экскурсию по своей кузнице. Рассказывай, что, где, как. То есть мы находимся в зоне кузнечного цеха, стоит пневмомолот, две наковальни, горн и вся необходимая оснастка. То есть здесь уже этап сборки, то есть мы пока его не касаемся, все происходит здесь, то здесь представлено. Дай вам по порядку, с чего начинается вообще? Вот допустим у тебя в руке кусок металла, да? Что с ним дальше происходит? Он нагревается? Все начинается с фантазии. Мне была интересна одно время полевая кухня. Это вот принадлежности для костра, для полевой кухни. Своеобразные крюки, кованый котелок. То есть все это можно использовать по-настоящему? Да. Крюки, ложечки, черпаки, половники, поварешки, щипцы. То есть это все для приготовления пищи, для приготовления мяса, похлебок. А ты сам повал когда-нибудь в свои изделия? Абсолютно. То есть все было испытано, использовано. А, все прям прогрессировано, да? Да. Круто. Я вижу как раз те самые меха, которые, собственно говоря, в старину служили. Это как раз вот костровые меха для раздувания костра, для приготовления пищи. А, то есть это не кузнечные, так скажем? Да. Кузнечные, они гораздо больше, объемнее. Отбывает. Легкий кондиционер. С таким запахом костра. Ну они уже были в ходу, то есть они уже напитались, пропитались. Классно. Это и есть современный горн, я правильно понимаю? Да, это миниатюрная версия. Большую я оставил на прошлом месте работы. Пока нет необходимости, у меня делалось какие-то крупные изделия. Здесь я делаю ювелирку, сувенирные изделия, ножи. Как он работает? То есть подается газ или что это? Турбина подается, воздух нагнетается турбиной, пропан. Все это дело зажигается, нагнетается за счет кислорода. Воздухом повышается температура и можно спокойно нагревать металл. Туда засовывается? Да, помещаем в заготовку. Проходят считанные минуты и заготовка уже готова к работе. И дальше мы ее вот этими щипцами... Дальше мы берем вещи на наковальню и начинается сам процесс. Теперь я понимаю, почему в мультиках рисовали наковальня, которая падает на кого-то. Потому что в детстве не особо понимаешь, ну, наковальня, наковальня. Вроде бы есть вещи и потяжелее, там, машины, да, еще что-то. Но когда видишь наковальню вживую, понимаешь, что вот это да, это прям вот оно. Если упадет хоть краешком, там, на мизинчик, то, наверное, мизинчик уже не будет. Ну, это поменьше, это 85 килограмм. Большая, если не ошибаюсь, 130. Так, а зачем, собственно говоря, у них бывают разные размеры? То есть на одной нельзя выковать то, что выковывается на другой? Развисовка подразумевается размер лицевой части. У наковальни это лицо, рабочая часть, где мы производим кофту. Чем больше рабочая часть, тем больше заготовки мы можем выпрямить и выгружить. То есть на маленькой будет трудоемко. То есть вес не важна? Важна рабочая часть. Всегда было интересно услышать звон. Давайте послушаем, как звучит наковальня. Мне кажется, это должно быть красиво. Вот это будет звонче. Это звонче? Да. Пробуем вторую. Оу, аж звенит в ушах. Ты надеваешь какие-нибудь затычки, может быть, когда работаешь? Используют берушу, чтобы не глохнуться. То есть у меня, в принципе, со слухом все идеально. Не мешает. Потому что меня это как-то релаксирует, потому что не чувствуется процесс. Это как вот ехать за рулем в наушниках. То есть связь реальности теряется, а нужно постоянный контроль. Потому что если звук не такой, значит, ты неправильно ударил и что-то пошло не так, да? Так, хорошо. А что вот это такое? Это какой-то пресс? Да, это пневматический молот. Он заменяет современному кузнецу молотобойцу. А для чего он нужен? То есть это то, что мы не можем выковать вот руками здесь? Да. Если сравнивать вот вес молотка, вот этот молоток порядка двух килограмм. Ну и, соответственно, и усилий, которые я буду прилагать, они сопоставимы двум килограммам. Плюс вес падающей части, там всякие джоули, нюансы. У молота 50 килограмм падающей части. Это вот условно вот эта часть заменяет молоток. Объемным мышлением нужно обладать. То есть это не только работа рук. Нужно включать голову, фантазию и определенный навык. Ну что, надеюсь, вы тоже сегодня включили вместе с нами голову и фантазию. Вам понравилась эта экскурсия. В следующих выпусках мы покажем настоящий мастер-класс о том, как ковать железо. Хорошего дня и отличного настроения.